Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфов. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Малышев Алексей Юрьевич, доктор биологических наук, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук. Окончил медико-биологический факультет Второго Московского медицинского института, ныне Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, по кафедре биофизика. Дипломную работу выполнял в лаборатории биоэнергетики НИИ фармакологии РАМН. В 1995 году Алексей Малышев поступил в аспирантуру Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, где в 1998-м защитил кандидатскую диссертацию под руководством академика РАН Павла Балабана. В 2008-м защитил докторскую диссертацию. С 1995 года по настоящее время Алексей Малышев работает в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии в лаборатории клеточной нейробиологии обучения. Алексей Малышев в студии медицины в контексте. Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Тема нашего сегодняшнего выпуска еще несколько лет назад могла бы показаться названием главы из такой воображаемой книги «Занимательная биология». Ваши коллеги-нейробиологи на своих лекциях показывали одну и ту же замечательную картинку, как через окошко в черепе мышки проходит оптоволокно, головной мозг идет, и там отдельными нейронами управляют. Но сегодня оптогенетика предлагает совершенно иное. Приходится следить за новостями, профессиональные обязанности. Вот новости науки, в частности, подкинули сообщение о статье, которая была буквально на днях опубликована в Journal of Internal Medicine. Это работа, речь идет о работе ученых Лиденского университета в Нидерландах, где представлена перспектива лечения посредством оптогенетики такого физиологического нарушения, как фибрилляция предсердий. На крысах показали, но говорят, что вот на кури клеток, в общем, на человеке тоже можно. Но здесь я углубляться не буду, здесь я замолкаю. Для обстоятельного рассказа я передаю слово Алексею Юрьевичу Малышеву оптогенетико-исследовательский инструмент нейробиологии и перспективы применения в венецине. Пожалуйста, вам. Спасибо, да. Ну, собственно, я не случайно несколько видоизменил вот тему как бы нашего разговора, потому что вы исходно хотели, чтобы это было больше перспективы применения в медицине. Ну, канал такой. Да, да, да. Но вот я специально, конечно, вставил вот это вот предложение, что это исследовательский инструмент, потому что, ну, все-таки сейчас в первую очередь это исследовательский инструмент, и действительно про медицину действительно только перспективы, и, собственно, я расскажу, почему не все так просто и не все так легко переносится вот с мышей на человека. Вот. Ну, собственно, надо, наверное, начать с самого начала, как бы с истоков, откуда оптогенетика взялась, потому что сейчас вообще есть исходный термин, да, как она зародилась и как, что под ней подразумевалось. И сейчас уже часто, ну, как бы вот этот термин, он стал более широким, включает все много разных направлений, но мы вот как бы начнем с самого начала, собственно, то, с чего она началась. Началась она вот с этой вот одноклеточной водоросли хламидомонада, у которой есть такой глазок, который позволяет ей плыть по направлению к свету, да, потому что на фонтасинтезирующий ей нужен свет. Вот. И, значит, когда люди стали смотреть, как же устроен этот глазок, оказалось, что в клетках есть специальные каналы ионные, когда попадает свет на эти каналы, канал открывается, входят ионы, клетка возбуждается и передает организму, как бы, что здесь там более светло, и туда нужно плыть. Это то, что в школьных учебниках было фототаксисом в наших, в 70-е, например? В принципе, да. Да? Это абсолютно, да, действительно, это самый настоящий фототаксис. Но, по-моему, фототаксис больше к растениям. Да. Да-да-да, что они растут. Да, да-да, тянутся к свету, подсолнечник там. Да, ну, по-моему, это тоже называется вот фототаксис. Вот, да, то есть это как бы движение к свету. Вот. И, собственно, поскольку это каналы, которые сидят в мембране, канал – это белок. Белок, он кодируется ДНК, то есть генами. То есть можно найти ген этого канала, вытащить из этой одноклеточной водоросли и перенести этот ген в другой организм. Ну, в частности, что делает оптогенетика, она переносит этот ген в нейроны. Вот. То есть получается вот такое вот как бы генетически модифицированное животное, которое у нас сейчас есть запрещено, но работать с ними можно. Вот. Собственно, вот здесь и показано, что кусочек ДНК, который как бы кодирует вот этот белок, этот канал, он переносится в нейрон. Тем или иным способом, тоже об этом мы поговорим, нейроны трансфицируются. То есть как бы вот в них начинает экспрессироваться этот ген, в них появляется в мембране вот этот вот светоактивируемый канал, и мы получаем возможность так же, как и в глазке хламидомонады, светить на нейрон и его активировать. Вот, собственно, вот это и исходно и называлось оптогенетикой, то есть именно при помощи света контролировать активность нейронов. То есть вот то, что есть у хламидомонады, это так называемый канальный родопсин-2, чинлородопсин-2, самый известный инструмент в оптогенетике, с которого оптогенетика и началась. Вот. Это как бы белок, это трансмембранный белок, который образует канал, под действием света он открывается, и в клетку входят ионы натрия, и клетка деполяризуется. Вот. Но помимо вот таких вот инструментов, которые позволяют активировать клетку, в оптогенетике есть инструменты, которые позволяют тормозить клетку, тоже выделенные из других одноклеточных организмов, но в частности один из самых распространенных инструментов в оптогенетике для торможения, так называемый галлородопсин. Галлородопсин устроен немножко по-другому, это не канал, это так называемая ионная помпа, которая перекачивает ионы, и она в ответ на поглощение одного фотона света, она перекачивает один ион хлора внутрь клетки, соответственно, клетка тормозится. И что здесь как бы хорошо, что они управляются разным светом, то есть синим светом мы можем клетку активировать, а желтым светом клетку можем тормозить, то есть получаем возможность вот при помощи света управлять активностью клетки и в одну, и в другую сторону. В дальнейшем была создана масса других инструментов оптогенетических, собственно, это очень такая бурно развивающаяся область. И здесь есть как бы вот в развитии инструментов оптогенетики два принципиальных пути. Первый путь – это искать разные одноклеточные организмы, которые, каждый из которых несет, да, они в общем, общее название – это микробные родопсины вот этих вот. И здесь есть как бы две принципиальных стратегии, как искать новые инструменты. Первое – это смотреть вот разные микроорганизмы и смотреть, какие родопсины они кодируют. И это вот действительно постоянно происходит, постоянно, вот, например, совсем недавно, да, проблема вот, например, была в том долгое время, что вот активирующий инструмент, канальный родопсин, он очень эффективен, потому что это канал. Как только канал открывается, через него сразу проникает масса ионов. Вот эта хлорная помпа – это действительно помпа. Она в ответ на поглощение одного фотона перекачивает всего один ион. То есть, понимаете, что эффективность… Трудно заметить. Эффективность небольшая. И поэтому очень долго люди искали канал, который, вот тоже, который бы светоактивируемый канал, который мог бы вызывать торможение. И вот, сравнительно, недавно нашими, как бы, коллегами, ну, собственно, бывшие наши ученые, это вот Синищоков, Гаврунова, они работают в Америке, они описали вот хлорный канал, который тоже очень эффективен при для торможения клеток. Ну, собственно, да, ну, здесь немножко показано, то есть, есть еще один такой традиционный инструмент, вот, помимо галлородопсина, существует еще бактериородопсин, который тоже помпа, но он перекачивает водород, ион-овдорода. Собственно, вот зарождение оптогенетики связывают вот с этим человеком, это Карл Диссирот, которого, в общем, ну, считают отцом оптогенетики, потому что в 2005 году он опубликовал вот эту статью в Nature Neuroscience, в которой впервые показал, что с помощью света можно активировать нейроны, причем очень четко, то есть, вот здесь каждая точка – это источник света. Вот, все ждут, когда же ему дадут Нобелевскую премию по оптогенетике. Вот, но все никак не дают. Тут сложность в чем? Что не он впервые описал родопсины микробные. Ну да. Не он впервые и с помощью них, значит, предложил их для управления нейронами. То есть до него были действительно статьи, где с помощью других родопсинов тоже, как бы, можно было с светом управлять активностью нейронов. Но, действительно, как вот миллисеконд таймскейл, да, то есть с очень большой точностью, именно с помощью вот этого канального родопсин-2 позволил действительно управлять активностью нейронов. Поэтому тут вот, как бы, отцовство оптогенетики, оно не столь очевидно, скажем так. Но они еще дожидаются, обычно, какого-то практического такого вот заметного проявления, чем дать. Они чисто фундаментальные, в общем, и никто. Ну, ну да. Потому что иногда они пришивают какие-то, ну, такие очень условные, практические применения. Так тоже бывает. Но хоть что-то должно быть. Ну да, да, да. За что-то практическое. Ну, отвлекли, да. Ну да, вот, собственно, вот с этой статьи оптогенетика отсчитывает свое существование. То есть это 2005 год. Ну, это скоро уже 20 лет вообще. Ну да, да. Да, так, ну казалось, что это. И действительно, это оказался очень надежный и такой инструмент в нейробиологии. То есть вот кусочек приведен уже из наших экспериментов. То есть действительно, вот мы стимулируем клетку при помощи электрического тока, она выдает потенциал действия. Или мы включаем свет синий, и то также она стимулирует. Свет выключаем, клетка тут же замолкает. То есть действительно, очень надежный инструмент, просто как унов, как электрический свет. Знаете, я, честно говоря, когда вот думал по поводу применения оптогенетики в медицине, и я понял, что в принципе она как бы действительно очень мощный исследовательский инструмент. И очень часто эти исследования направлены, например, на выяснение механизмов того или иного заболевания. И в общем-то, если мы применяем оптогенетику вот в исследовательских целях, чтобы понять... Ну, это как не медицина, да. Да, это тоже медицина. То есть это не только вот такое прямое применение оптогенетики в человеке, когда вставлять в человеку оптоволокно, мы до этого тоже дойдем. Но, в общем-то, исследовательское применение в исследовательских целях – это тоже применение оптогенетики в медицине. Просто несколько примеров тоже из наших работ, для чего можно применять оптогенетику, как можно символировать в исследованиях. Например, можно тестировать связи между нейронами. То есть можно, например, здесь показано два нейрона, находящиеся рядом. Один из них экспрессирует канальный родопсин, вот он светится, а сосед его не экспрессирует канальный родопсин. И если мы регистрируем электродом традиционным от соседа, то мы можем светом стимулировать вот этот нейрон и изучать связь между ними. Вот здесь показана как раз такая ситуация, когда маленький, очень короткий импульс света, он активирует вот этот нейрон. Мы этого не видим, но мы видим ответ постсинаптический в соседнем нейроне. И, соответственно, это происходит все абсолютно неинвазивно. Вот, то есть если электрод, любой электрод, он клетку повреждает, ограничено во времени, то стимуляция при помощи светом, но она, в общем-то, пока клетка живет, никак ей не вредит. На самом деле я всегда, когда про оптогенетику рассказываю, показываю обязательно этот слайд по поводу отцовства оптогенетики. Это статья, опубликованная в журнале Nature в 78-м году из Советского Союза. Авторы это Феликс Литвин и Олег Синищоков. Они работали в МГУ на биологическом факультете. И, значит, что они показали? 78-й год, между прочим. Они взяли тоже одноклеточную воду отцовения, не хламидомонаду, но очень близкую. Поместили ее в такой регистрирующий электрод и показали, что в ответ на свет она генерирует потенциал. И на минуточку опубликовано это было в Nature из Советского Союза. То есть и 78-й год. То есть, в общем-то, это вот тоже то, что стояло... Приоритет. Да, да, да. Вот и сейчас вот Олег Синищоков, как раз он работает в Америке и очень активно открывает новый, в том числе, хлорный канал и так далее. Соответственно, дальше возникает вопрос, что хорошо, у нас есть ген канального родопсина или какого-то любого светоактивированного белка. Этот ген нужно каким-то образом доставить в клетку, в нейрон, вот, и заставить клетку, собственно, синтезировать этот продукт, этот светоактивный канал. Вопрос, как это сделать? Ну и вот, собственно, в оптогенетике, особенно ее в современном таком применении, ин вива, чаще всего используются одно ассоциированные вирусы. То есть это... Оттуда и название оптогенетика, вот, в том, что нужно доставить ген, чтобы это заработало. Совершенно верно. Потому что иногда кажется, что это что-то наследуемое, там, вот, люди. Да, это да, потому что... Вот название оттуда. Оттуда, да, что нужно действительно каким-то образом ген вставить в нейрон в данном случае и заставить этот нейрон... То есть придать светочувствительность путем внесения гена. Совершенно верно, совершенно верно, да. Вот. И понятно, что если на культуре клеток это можно сделать довольно простым способом, но просто можно там, грубо говоря, эти кусочки ДНК на клетки налить, они проникнут в нейроны и начнет экспрессироваться. То в целом мозге так не получится. Поэтому здесь используются очень широко модифицированные аденосифицированные вирусы. Ну, то есть это вирус, который действительно... Ну, он почти не патогенный, в общем, у человека. Но, тем не менее, берется вирус. Из этого вируса убирается вся информация о том, собственно, о самом вирусе, чтобы он не мог реплицироваться. Вот. И в статуа вставляется только один... Ну, вот тут в данном случае написано терапевтический ген, в принципе, поскольку аденосифицированные вирусы... Для генной терапии. Для генной терапии используются, да. Вот. И точно так же вот вместо вот этого, то есть в нем только вот это фактически контрольные элементы, один этот ген. Больше этот вирус, он не может заразить следующую клетку. То есть он заражает клетку только одну и производит только тот продукт, который нам нужен. Он не может произвести белки собственных капсид, да. То есть он не может уже заразить дальше и выбрать... Вот. И, собственно, вот... Да, ну вот, собственно, вот эта вот картинка, наверное, с которой мы начали разговор, да, да, да. Когда... То есть у нас... Классическая. Да, да. То есть у нас есть две проблемы. Первая, как доставить наш ген в нейроны, и вторая, как доставить туда свет. Собственно, да, доставить туда свет, ну, проще всего, единственное, это вставить оптоволокно. Вот. И здесь, вот забегая вперед, собственно, и кроется вот проблемы с вот таким прямым переносом в оптогенетике, в медицину именно на человека. А проблемы эти просто в объеме. Потому что если в небольшой объем мышиного мозга очень легко можно засветить, и объем, ну, довольно там, как бы, любое ядро можно заразить вирусами, да, то если мы переходим на большое существо, как человека, то здесь сразу возникают проблемы, что засветить, ну, вот даже, как представьте, кубический сантиметр мозга, это очень сложно. Вы не натыкаете 20-30 волокон в одну область. То же самое с вирусом. То есть достаточно большие объемы вируса нужно... Закачать. Да, закачать. Поэтому существует масса, вот, конечно, таких вот, как бы, пионерских работ, как вот вы говорили, которые показывают, что при помощи оптогенетики... Ну да, в основном на грызунах. Да, что мышей можно вылечить от прокинсонизма, от болезни Альцгеймера, ну, по крайней мере, облегчить симптомы и так далее. Вот. И это все прекрасно работает. Но вот такой вот, конечно, прямой перенос на человека, вот такой в лоб, понятно, что он, в общем-то, затруднен. Вот. Но, тем не менее, это показывает, как бы, то, на что можно повлиять, чтобы, как бы, то или иное заболевание вылечить. Вот. И дальше мы чуть... Вот. Я расскажу, какие тут тоже есть варианты. И, на самом деле, одно из вот таких вот главных преимуществ оптогенетики, это то, что доставлять этот ген можно не подряд во все клетки, а только в избранные нейроны, только в определенной популяции. Вот. И, собственно, на этом вот основана вся мощь оптогенетики как исследовательского метода и как, например, метода какой-то потенциальной терапии. Потому что, например, если вы, ну, скажем, чаще всего, вернее, довольно часто пытаются применить оптогенетику для стимуляции мозга, да, в тех или иных. Если вы делаете это электродом, да, металлическим электродом, то, естественно, металлический электрод стимулирует все клетки подряд. Он не может выбрать это стимулировать, это не стимулировать. И вот что позволяет делать оптогенетика? Она позволяет экспрессировать вот светоуправляемый канал только в определенных клетках. То есть, например, только в возбуждающих или только в тормозных клетках. И, соответственно, в тормозных клетках. Или, например, только в там, в душам энергетические или только в сиротоненергетические. И тогда светом мы будем стимулировать только вот эти клетки. И вот это вот, в принципе, одна из действительно таких... И это достигается как бы подстановкой этого гена под определенные культуру. Промотор, да. То есть, как бы у каждого нейрона, ну, у каждой популяции нейронов есть свои особенности. И этими вот, то есть, ну, например, они экспрессируют какой-то ген, которого нет в других нейронах. И вот, грубо говоря, на место этого гена подставляется вот светоактивируемый канал. И вот это вот то, что вот, как бы, да, очень хочется подчеркнуть, что оптогенетика — это не просто... То есть, как бы, то, что мы с помощью света получаем возможность управлять активностью нейронов, это одна часть оптогенетики, это здорово. Но это только, вот говорю, половина всех ее возможностей, а вторая достигается тем, что можно воздействовать селективно на определенную популяцию нейронов. Ну вот, я немножко, как бы, расскажу, что, например, в плане экспериментальной терапии, что было сделано, да. Например, на мышах, которые являются генетической моделью болезни Альцгеймера, было замечено, что, как бы, на этих мышах, ну и вообще, как бы, у пациентов нарушен гамма-ритм, так называемый, то есть такой порядка 40 Гц ритм гиппокамты. Вот. Ну и, соответственно, у них дефицит в обучении и так далее. И что же сделали? В общем, экспрессировали в мозге только в тормозных интернейронах светоактивированный белок. И светом навязали вот этот ритм, да, вот этот 40 Гц ритм, навязали светом, заставили гиппокамп работать вот в этом режиме 40 Гц. И действительно у мышей, которые вот улучшилось обучение. То есть это вот такой вот пример, что действительно... Воздействие такого, да, эффективно. Да, воздействие такого, и чего, понятно, невозможно было бы добиться, например, используя металлический электрод, да, потому что здесь вот проблема в том, что именно тормозные интернейроны, они обладают способностью синхронизировать активность мозга очень четко. Вот. И нужно было активировать именно их. Вот. Поскольку нейроны дают длинные отростки из одной области в другую, можно вводить вирус не туда, где лежат нейроны, а туда, где находятся их отростки. И тогда заражаются только их проекции, да. То есть, в общем, это тоже как бы дает нам возможность селективно заразить нейроны. И, кстати, тоже тут вот была очень такая красивая работа, вот, которая имеет такой прямой трансляционный выход. Ну, вот одно из применений возможных оптогенетики в медицине – это попытаться травмы спинного мозга вылечить, да, когда у нас полностью спинной мозг поврежден, и, как бы, мотонейроны не могут управлять активно, ну, я имею в виду нейроны коры не могут управлять мотонейронами спинного мозга. Один из таких вот вариантов – это попытаться при помощи оптогенетики активировать именно нейроны спинного мозга. Вот. Но возникает вопрос, что, а как их заразить, и как заразить селективно именно мотонейроны той части, которая нужна, да, не весь там спинной мозг. И был проведен очень такой красивый эксперимент – кололи вирус в мышцу, которая иннервируется этими мотонейронами. То есть можно в одну мышцу, там, грубо говоря, один вирус заколоть, другую мышцу – второй. Он заражает отростки нейронов, да, которые лежат в спинном мозге. И таким образом у нас получается, что вот так вот заражаются по отросткам только те мотонейроны, которые иннервируют эту мышцу. Вот. И дальше затем они… То есть тоже проблема, как потом эти мотонейроны активировать, да, потому что, в общем, тоже спинной мозг, это тоже нужно его засветить. Они пошли проще. Они взяли этот нерв, собственно, моторный нерв, наложили на него такой вот рукав, в котором был световод. И светом светили на нерв, но, естественно, в нем активировались только те нейроны, которые активируют эту мышцу. Вот. И вот, в общем, очень такой изящный эксперимент, который показывает, как действительно можно попытаться вот создать какое-то устройство, да, которое будет вот именно… даст возможность управлять там конечностями и так далее. Вот. То есть вот в оптогенетике вот она несет вот такой вот очень мощный, как бы, пласт, что есть возможность селективно активировать определенные нейроны. Ну, и дальше я хотел рассказать вот про, собственно, ну, фактически один эксперимент, который на самом деле вот показывает, собственно, всю силу этого метода. Немножко это не, может быть, отходит вот от медицины, но мы будем поскольку… Это один и тот же человек. Один и тот же человек, да. Что жизнь делает с людьми? Это удивительный человек, Сусуму Танегала, потому что в 1987 году он получил Нобелевскую премию за то, что он раскрыл генетический механизм многообразия антител. То есть у нас вот иммунная система, она обладает возможность синтезировать бесконечное количество разных антител, а, в общем-то, геном-то он ограничен, да, непонятно было до этого, откуда берется вот такое разнообразие. И он открыл, собственно, генетический механизм, который вот обеспечивает вот это вот разнообразие антител в иммунной системе в 87-м году. Еще тогда он, по-моему, в Японии работал. И после этого он радикально изменил сферу своей деятельности и переключился в нейробиологию. Вот, сейчас переехал в Америку, вот, работает там, в Бостоне, по-моему. И здесь он тоже, в общем-то, ну, он как бы еще Нобелевскую премию вторую не получил, но работа, конечно, совершенно потрясающая. И вот я хочу рассказать, ну, собственно, это такая центральная работа, на мой взгляд, вот она показывает максимально мощь метода аптогенетики, что позволяет делать. Что они сделали? Вот есть такой, как бы, метод обучения животных, который ужасно любят нейробиологи. Называется по-английски fear conditioning, fear, то есть это страх, да? По-русски оно называется не очень интуитивно понятно, условно-рефлекторное замирание. Вот. Но, в принципе, это как бы классический павловский такой условный рефлекс, когда животное сочетает два разных стимула. И стимул, который раньше был, ну, нейтральным, да? То есть если его сочетать с каким-то негативным воздействием, то стимул приобретает какое-то значение негативное. И эту модель ужасно любят все нейробиологи, которые занимаются памятью, потому что она простая, воспроизводимая, и обучение происходит однократно. То есть однократное обучение. Если обычно нужно, как говорится, повторение мать учения, то здесь обучение однократное. То есть мышь сажают просто в некий, там масса есть разных вариантов, ну, как бы рассмотрим самый простой. То есть мышь сажают в такую клетку, где есть пол, такой металлическая решетка, и потом в какой-то момент дают звуковой стимул, и как бы небольшой удар током, то есть он ее, естественно, там не повреждает, но неприятно. Вот. И после этого, собственно, ну, тут могут быть, да, то есть он как бы испытывает чувство страха. Абсолютно павловский. Абсолютно, абсолютно павловский. Вот. Единственное, что вот как бы вот с павловской собакой за один раз это не выработается. Там нужно много-много повторений, например, там звонка и пищи, чтобы выработался рефлекс. Вот это вырабатывается за один раз. После этого, когда она уже слышит, например, этот вот стимул, звук, например, она просто замирает, она перестает двигаться, и, в общем, да. Вот. Ну, в принципе, вот... Скованная страхом. Да, скованная страхом, да. Скованная страхом. Интересно, что... Ну, да, что... И, в принципе, его на всех, на разных совершенно, вплоть до улиток можно применять эту модель. Очень такой простой вот способ, и действительно важно, что он однократный, потому что легко изучать, ну, более, вернее, легче изучать механизмы явления, которые вот оно произошло, у него есть четкий тайминг, нежели, например, вот какое-то такое. Вот. Что же они сделали? Ну, как мы знаем, есть такая структура, как гиппокамп, которая очень важна для обучения и памяти, и, в общем, похоже, что какое-то время память прямо в нем и хранится, там потом она может переходить. И вот вообще в оптогенетике, ну, и вот в такой, в экспериментальной, в молекулярной генетике есть такой очень полезный механизм, что ген можно экспрессировать не только в нейронах какой-то определенной популяции, но можно сделать так, что этот ген будет экспрессироваться только в тех нейронах, которые активируются в данный конкретный момент. Ну, я в детали, естественно, вдаваться не буду. Выглядит это так, что когда мы убираем там определенную химию из рациона животного, открывается окно для того, чтобы в нейронах, то есть вирусом они заражаются все, но там как бы этот ген спящий, он не активируется. И он активируется только тогда, когда сами нейроны активируются. Собственно, вот гиппокамп этих мышей были заражены вот таким вот сложным вирусом, который, соответственно, в них всех проник, но сидит там молча. И потом было произведено обучение. То есть мышь посадили вот в эту камеру, сделали сочетание там условного-безусловного стимула, там света и удара током, и те нейроны, которые в гиппокампе активировались, они стали экспрессировать вот этот светочувствительный белок канальный родопсин. Вот. А затем им ставили оптоволокно, и получилась возможность светом активировать вот эти нейроны. Вот. И что получилось? То есть это как бы некий такой, что называется, слепок памяти, да? То есть вот здесь запечатлелось, собственно, тот стимул, который вот для животного был опасным. И оказалось, что, то есть это некая, то есть как это называют часто, энграмма памяти, да? То есть какая-то сеть нейронов, которая хранит воспоминания о каком-то определенном событии. И теперь, засветив мозг, подав туда свет, мы получаем возможность активировать их, да, вызвать вот это вот воспоминание. Собственно, что они и сделали. Ну вот как бы этот эксперимент, то есть вот мышь сидит в этой клетке, но она там занимается своими делами, груминг, умывается, чистится, в общем, ничего не подозревает. И потом в какой-то момент начинает освещаться вот эта только вот эта вот сеть, вот эта инграмма памяти, которая связана вот с этим вот неприятным воспоминанием. Вот. Ну, то есть она, естественно, никакой боли при этом не чувствует. Это просто там, может быть, это выглядит так страшно, вот. И она, в общем-то, замирает. Она перестает, потому что вот она, то есть получилось, что при помощи патогенетики можно вызвать, ну, грубо говоря, конкретное воспоминание. Вот. И, в общем, по-моему, это действительно такая впечатляющая работа. Вот. То есть не только определенная популяция, но и, скажем так, это, можно сказать, функциональная популяция, да, сеть нейронов, которая связана вот с определенным событием или вот с чем-то таким. Вот. Ну и, наверное, я пролесну несколько. Да, помимо, ну, да, то есть к тому, что вот, скажем, если пытаться делать на человеке, то здесь, ну, применять оптогенетику, то здесь, кроме вирусов, ну, наверное, мало что можно придумать, а у животных существует масса других способов, гораздо более простых. Ввести чужеродный ген в определенные нейроны, и в том числе это, так называемая, нутроэлектропорация, когда, как бы, просто у беременной там крысы или мыши вводится в мозг эмбрионов, фактически просто ДНК, просто плазмида вводится, и потом электропорация, она выгоняется в клетки, и потом все потомство, ну, то есть все вот всем ввели, потом зашивается, она нормально рожает, и потом все, все потомство этой мыши или крысы, оно несет вот эти вот гены нашего интереса. И, конечно, это гораздо проще, чем вводить вирус, потому что, как бы, ну, каждая процедура введения вируса, это стереотоксическая операция, которая занимает долгое время, и вы получаете в результате операции одно животное, а здесь вы в результате одной операции получаете, там, десяток, уже, как бы, трансгенных, скоро поговоря о мышей. Как бы, вот одно из таких вот применений, вот такой прямой оптогенетики, это именно попытка стимулирования нейронов мозга, а другая очень, ну, тоже такая сильно развитая ветвь, это именно попытка применения оптогенетики для оптогенетического протезирования сетчатки. Ну, не знаю, вот у вас Михаил Аркадьевич был, тот, да, Михаил Аркадьевич, он отронул это, да, Михаил Аркадьевич Островский, был у нас эпизод в программе, посвященный вот этому. Вот, вот, вот. В принципе, мы продолжаем и вот с Михаилом Аркадьевичем мы сотрудничаем, и сейчас мы тоже проводим работы по оптогенетическому протезированию. Потому что, как только вот, собственно, появилась оптогенетика, то есть сразу возник вопрос, что возникла мысль, что нельзя ли это использовать для того, чтобы каким-то образом восстановить сетчатку, где погибли фоторецепторы. Собственно, да, чувствительно это там и есть, от природы. Да, от природы, да. И, собственно, вот так устроена сетчатка. Вот здесь у нас лежат фоторецепторы, палочки-колбочки, а ниже ее находятся нейроны. Да, это биполярные и ганглиозные нейроны, которые, собственно, особенно ганглиозные нейроны, являются совершенно полноценными нейронами, сфотенциалов действий и все. И существует ряд заболеваний, ну, пигментный ретинит, когда погибают фоторецепторы, но нижлежащие нейроны остаются живы. Да. И здесь, как только, собственно, оптогенетика возникла, сразу возникла идея, а что, если вот эти нейроны наделить светочувствительностью? И таким образом восстановить каким-то образом зрение. Ну и понятно, вот глядя из этой картинки, что можно наделять светочувствительностью биполярной клетки, можно наделять светочувствительностью ганглиозной клетки. Вот. Ну и да, и довольно просто это все делается, довольно просто заразить их вирусом, то есть вот внутриглазная инъекция, просто в стекловидное тело вируса прекрасно заражает, тем более, что у нас же сетчатка перевернутая, то есть если мы вводим вирус, то он проникает вот отсюда. И первым делом он как раз заражает ганглиозные клетки. То есть технически это оказалось очень просто, да. Ну вот картинка из нашей лаборатории, это сетчатка мыши, в которой вот заражены как раз ганглиозные нейроны светочувствительным белком. А надо сказать, что сам по себе этот вот светочувствительный белок, его не видно. И для того, чтобы его можно было как-то визуализировать и понять, в каких нейронах он экспрессируется, к нему добавляется как бы флуоресцентная метка, в данном случае зеленая, которая позволяет просто их идентифицировать. Но это для исследователя важно как бы. Ну и для исследователя, и вот поскольку мы чуть дальше пройдем, вот этот метод, он дошел до применения на человеке. Нет, я к тому, что, собственно, этот вот флуоресцентный, он не играет протезирующую роль, протезирующую роль играет светочувствительный ген, который внести. Да, да, совершенно верно. Для этого разделения. Ну просто, ну, например, грубо говоря, врачу нужно проконтролировать. Да, это понятно. И вот что интересно, да, что именно вот это вот метод, то есть, естественно, что поскольку первым был вот этот вот микробный канальный родопсин, чем родопсин-2, предложен для оптогенетики, то первым же люди и его попытались инициировать его в глаз. Действительно, ну, мышиный глаз, да, на моделях, опять же, мышиных слепоты, пигментного ретинита, и показали, что действительно он помогает. Но проблема здесь какая, что вот эти вот микробные опсины, к сожалению, они очень слабо светочувствительны. То есть интенсивность света, чтобы активировать, нужна очень большая. Да, то есть, если вот, например, провести вот такое протезирование, да, то человек при естественной освещенности, то есть не то, что как здесь в студии, а вот даже на свету ничего не увидит. Вот. И поэтому, ну да, забегая вперед, что... А ведь у нас в палочках и коволочках тоже есть опсины, да, тоже свои животные опсины, которые обладают очень высокой светочувствительностью. И нам, в общем, мы видим прекрасно при, в общем, достаточно низкой степени освещенности. И, естественно, после того, как вот пытались применить именно микробные опсины, стал вопрос, а давайте попробуем... Свой, да, опсин. Тоже его экспрессируем в вот этих вот оставшихся элементах сетчатки, биполярных клетках, гонглиозных клетках, и таким образом получим восстановление тоже зрения. Тут есть проблемы немножко другого плана. Во-первых, вот эти вот наши животные опсины, они достаточно медленные по сравнению с бактериальными, да. И второе, они требуют постоянного притока ретиналя. То есть они немножко по-другому устроены. Вот ретиналь, который, собственно, предшественник, витамина в морковке. Наши опсины, которые у нас с вами, они устроены как? Этот ретиналь, он связан с апсином, когда поглощает свет, ретиналь отваливается. И он не просто возвращается, он переходит в другую форму, и чтобы его опять, вот эту активную форму восстановить, нужна целая машинерия, которая вот есть в пигментном эпителии сетчатки. Это во-первых. И здесь, естественно, что вот она вся сидит, и постоянно на фоторецепторах происходит восстановление ретиналя. А в микробных опсинах ретиналь связан жестко с апсином, и он, там просто происходит его изменение конформации, но он не отваливается. То, что ушло, ушло уже, да? Нет, оно не уходит, он остается. Ушло, в смысле, дело пошло, и все. Да, и все, да. И ему не нужен постоянный вот это вот производство этого ретинала. Потому что им подпитывать. Да, да. А как? Вот, да. И еще, да, потому что, как бы, ну, в итоге оказалось, что, когда... То есть, в итоге оказалось, что хват... То есть, изначально думали, что, наверное, не будет хватать вот этого ретиналя, если апсин, если после гибели фоторецепторов попытаться их экспрессировать вот здесь, ниже. Но потом оказалось, что, когда погибли фоторецепторы, а пигментный эпителий продолжает его восстанавливать и производить, то, в общем, некому его использовать, его хватает. Но, тем не менее, вот как, несмотря на то, что, действительно, вот эти вот микробные апсины обладают очень низкой светочувствительностью, пока до человека доехало только как раз на удивление использование микробного апсина. Вот сейчас это... Но доехало. Но доехало, да. Но, правда, до одного. А, да. Да, то есть, я даже не знаю, как это формально называется, то есть, это даже не клиническое испытание. Ограниченное клиническое такое. Ограниченное, да. То есть, в... Ну, там какие-то отдельные протоколы специальные, да, вот какой-то. Ну, вот, я не знаю, это поскольку во Франции было сделано, как это юридически оформляется, непонятно, но... Какие-то комиссии спер-разовые, однократные какие-то собираются, по-моему, да. Вот, да, то есть, юридически это, конечно, все, наверное, очень сложно, но, вот, да, тем не менее. Собственно, почему это возможно? Потому что, ну, у нас сетчатка, она, ну, в каком-то таком первом приближении, это такая матрица, да, как матрица телефона. И если на нее смотреть сверху, то это можно представить себе, что несколько таких матриц. Самая матрица с большим высоким разрешением – это матрица из фоторецепторов. А потом, как бы, несколько фоторецепторов конвергируют на биполярные клетки. И ниже уже лежит матрица более грубая, да. А потом биполярные клетки конвергируют на гонглиозные клетки. И это, как бы, то есть, вот, если представить себя так, как Ленин, там, сначала был один мегапиксель, там, потом два, сейчас 40 мегапикселей. Вот, грубо говоря, 40 мегапикселей – это матрица из фоторецепторов. Потом лежит там уже, там, не знаю, там, 5 мегапикселей из биполяров, и там один мегапиксель – матрица, вот, совсем такая грубая, из гонглиозных клеток. Ну, вот здесь вот показаны, как рецептивные поля этих гонглиозных клеток расположены. Мало того, что она грубая, она еще вот так вот искажена, особенно у человека из-за того, что есть фовия. Вот, но тем не менее, вот есть вот эта грубая матрица, и поэтому, если наделить вот эти гонглиозные клетки светочувствительностью, то можно вот даже с помощью этой грубой матрицы восстановить некое зрение. Ну, например, альтернативный подход, который вот долго использовался на протяжении последних, там, не знаю, 10 лет, вот тоже для лечения пигментового ретинита, вставляли матрицу из электродов на сетчатку, еще более грубую. То есть, по-моему, там было чуть ли не 10 на 10, ну, в общем, очень грубая матрица. Вот, но даже она, и, соответственно, как бы видеокамера, она передавала на эту матрицу изображение, вот такое сильно огрубленное, и стимулировала вот так вот клетки. И, тем не менее, вот пациенты после вот такого протезирования, ну, например, они могли, я не знаю, подойти к белой стене, повесить пиджак на гвоздь. Они могли там большие даже буквы различать. То есть, вот даже вот такая вот грубая матрица, она что-то позволяла. Что-то, да. Да. И тут еще проблема в чем? Что вот этот вот переход из этой очень, как бы, матрицы высокого разрешения, на матрицу низшую и более низкую, он происходит не просто так. Там происходит очень мощная обработка информации зрителя. И мозг уже получает у нас от сетчатки информацию в таком достаточно обработанном виде. И понятно, что если мы вот начинаем использовать вот эти более грубые матрицы, то, как бы, это не та информация, которую мозг ожидает получить. Вот. Но оказалось, что, в принципе, пластичность мозга настолько высока, что он может перестроиться и, вот, как бы, новую информацию уже ее использовать. Вот. И, собственно, проблема еще вот в чем. В том, что вот это одна из работ, где на мышах слепых показано вот восстановление зрения после вот такого оптогенетического протезирования. Собственно, вот это вот такой, так называемый, лабиринт Морриса, да, такой круг чан с водой, в котором мышь плавает и ищет... Там платформа стоит. Платформа, чтобы она выбраться, потому что мыши очень воду не любят, поэтому для них это очень негативный стимул. Вот. И, в принципе, мыши довольно быстро учатся в этой задаче, как раз потому, что они воду не любят, и как-то, если уже несколько раз сажать, она уже пулей плывет к этой платформе и сразу вылезает. Соответственно, слепая, ну, там, да, слепая мышь, она плавает кругами, пока случайно на нее не наткнется. Вот. И вот, да, после такого протезирования, то есть вот она, вот слепая мышь, вот этот трейс ее, как она плавает, ищет эту платформу, потом находит. А, в общем, мышь после протезирования, она находит его быстро. Вот. Но, значит, здесь, вот как мы говорили, если имеется в виду микробные родопсины, очень низкая светочувствительность. Поэтому что пришлось сделать, собственно, с этим пациентом, у которого сделали протезирование? Ему сделали специальные очки, специальный гаджет. То есть, фактически, это маленькая видеокамера, которая стоит, ну, на этих очках, и потом она изображение передает, ну, собственно, на такую матрицу, как вот LCD-проекторы, да, которые вот проекторы, которые используются для, чтобы презентации показывать, вот, собственно, вот на такой мини-проектор, который направлен в глаз, это изображение передается. И этот проектор уже с большой интенсивностью, с большой интенсивностью на сетчатку проецирует вот это вот изображение которое вот человек видит ну да это мы еще тоже один тоже одна из работ где зрение протезирует а мыши пугали совой что поскольку значит чтобы такой естественный стимул и шнек да 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 ну и вот вроде бы да вроде они то есть много естественно что слепая мышь так ей все равно сова там не сова но после протезирования да вот ну да наверное тут ну тут и тоже возможно просто совершенно разные подходы разные варианты наверное я не буду останавливаться покажу собственно вот этого пациента которому было проведено во франции вот это вот оптогенетическое протезирование то есть вот он сидит вот в этих очках перед столом и на столе на белом столе лежит вот такой вот черный коробок его задача коробок увидеть но принципе вот тут вот на экране ноутбука видно что как бы что он видит что камера передает вот и интересно интересно что он говорит что я чувствую что я чувствую какую-то вибрацию то есть вот это вот да то есть вот это вот как бы информация вот после этого протезирования она не совсем зрительная вот то есть принципе вот действительно происходит какое-то вы какая-то то есть мозг как-то по-другому переводчивается уже в трассе дарвина как-то переучивается вот ну и конечно к сожалению вот степень восстановления зрения но речь не о том не идет что взял книжку пошел и читать вот то есть пока это вот так что вот она хотя бы не натыкаться на предметы да не натыкаться ну то есть вот это как бы понятно что вот первый этап но тем не менее вот а ну а но вот доехала 21 год 21 года это на чем я десна только что то есть по крайней мере ну пожалуй возможно это один из вот единственных немного или один из немногих вот примеров когда оптогенетика 10 до человека доехала вот вот ну пока вот в таком виде но в общем то тем не но просто вот без очков вот этих он не там тоже у них они масса видео без очков он не может и ничего найти на столе ну вот а тут он может например там два черных предмета лежит он их говорит что их два вот то есть уже в общем но и потом наверное он будет дальше тренироваться вот проблемы здесь какие еще что вот тот вот ген который мы внесли он к сожалению вносится не пожизненно через несколько лет он уходит и нужно тогда да да колоть вот второй раз что я еще хотел немножко рассказать что вот сейчас вот была весной конференция в санкт-петербурге оптогенетика который называлась эта конференция проходят каждые два года уже третий раз и если первая конференция называлась просто оптогенетика то вторая и третья называется уже оптогенетика плюс вот потому что собственно вот с оптогенетикой неразрывно связаны еще несколько подходов которые очень близки к ней вот по методически но значительно расширяют ее диапазону в частности вот так называемая хемогенетика ну вот очень коротко просто расскажу чем она очень похожа значит что как она устроена берется какой-нибудь рецептор который существует у человека у животного например мускориновый рецептор до который связан с сетилхолином и производится его генетическая модификация таким образом что он перестает узнавать этот сетилхолин но начинает узнавать абсолютно искусственное вещество маленькая на маленькую молекулу которая биологически неактивна вот и затем ген опять вот этого искусственно так называемого дред рецептора он встраивается опять же мы можем устроить в те нейроны которые нам нужны до в определенную популяцию или в те которые активировались какой-то момент и таким образом мы тоже получаем возможность активировать вот этот популярный рон молекулой да но здесь если вот действительно проблема со светом стоит в том что но мы можем засветить мозг мыши да то что маленький но мы не можем засветить весь мозг человека но зато мы можем человеку дать вот это вот как бы вот эту молекулу до которая биологически неактивная она проникнет во весь мозг и активирует только те нейроны которые нам нужны то есть вот это тоже такой вот очень перспективный подход естественно в плане в трансляции в медицину в клинику вот и 2 вот собственно это термогенетика ну вот раз вам села белоусова не удалось зазвать я за него расскажу собственно это вот его как бы основная такая работа когда он еще в бх был то есть собственно что они сделали они взяли ген который есть такие терморецепторы у змеи то есть у змеи есть ямка которые они ощущают тепло от жертв да вот поэтому это как там находятся клетки которые могут реагировать на очень небольшое изменение тепла вот и они взяли вот эти вот терморецепторы это каналы терпи один каналы и грубо говоря вставили их в нейроны точно то есть то то же самое что и оптогенетика но только теперь эти нейроны активируются не светом а теплом а теплом то есть достаточно поднять температуру на там один два градуса на три градуса то есть соответственно там этих змей очень много каналов очень много можно подобрать такой чтобы вот порог был какой-то вот определенный достижение чтобы у разных змей разные разные они есть даже по зумку и у нас есть у человека есть такие каналы в общем поэтому и можно и генетически модифицировать в общем можно подобрать такой понятно что если диапазон будет очень маленький там у человека там поднимется температура лихорадка у него сразу активируется да вот и поэтому но там пом делается вот порог там порядка 41 градус например порог активации вот и дальше да и здесь большое преимущество вот термогенетики перед оптогенетикой что вот этот вот нагрев можно осуществлять сейчас есть как бы технологии как бы и фокусированный ультразвук которые позволяют нагреть очень то есть фактически ну любой объем мозга очень быстро и сфокусировано и другое преимущество что вам не нужно тянуть оптоволокно в той области мозга который хотите активировать вы вокруг головы просто вставите какой-то источник который позволяет очень локальный быстро нагреть и таким образом тоже получаете возможность активировать и в частности белосу переехал в центр мозга в значительной степени и часть эта работа тоже туда перри шла в частности что они пытаются делать они сейчас пытаются например использовать это для борьбы с эпилепсией да то есть тоже можно например вот вот текущий проект вот олег по олег подгорной они пытаются в тормозных нейронах экспрессируют вот эти термоканалы и затем когда мы видим что ну в данном случае здесь но мыши крысы приближается эпилептический припадок светом активировать тормозные нейроны и его предотвратить другое направление тоже вот мощно развивается то с чего мы начали это именно использование для кардиостимуляции то есть тоже можно дам в каких-то в сократительных элементов мерных элементах сердца экспрессировать вот термоканалы и использовать собственно кардиостимулятор без вживления электрода то есть тоже небольшое устройство которое будет подавать вот эти вот импульсы тепла и таким образом производить кардиостимуляцию но для этого там должны сидеть термочувствительные какие-то конечно конечно да нет конечно это тоже естественно вам нужно заразить ну грубо говоря сердце вирусом но это вмешательство принципе вот насколько я слышал есть очень ну мало таких пациентов которые каким-то образом вот этот вот электрод кардиостимулятора не выносит то ли там отражение начинается там что-то вот по каким-то причинам но по крайней мере это вот очень перспективно у них еще была очень интересная работа попытка при помощи термогенетики диабет лечить когда в клетках онгенгарса тоже экспрессируется вот термочувствительный канал и соответственно вот поджелудочную железу таким образом можно стимулировать да поэтому вот в принципе вот из-за того что не нужно тянуть свет к месту то вот термогенетика имеет наверное тоже большие перспективы как они считают что она в клинику быстрее попадет чем чем оптогенетика спасибо но мы пока не прощаемся мы продолжим сейчас собственно я хотела заключительной нашей части просить вас проговорить еще раз вы коснулись так фрагментарно его в конце мы об этом говорили какие главные вызовы ограничения стоят перед клиническим применением оптогенетики вы заметили значит такую проблему к отметили такую проблему как большой объем вируса невозможно закачать понятно электроды да там ныне электроды там довольствие световоды да там сильное большое количество все но это вопрос количества но а концептуально в принципе ведь для того чтобы все это заработало так или иначе нужно модифицировать организм до клетки организма насколько это далекая перспектива потому что сегодня как бы представляется очень очень ограничено с глазом да делают вот с кровью генной терапии да делается а в остальных частях организма как-то все это выглядит очень проблематичным модификация такая генетическая для того чтобы стало возможно вот такое влияние термогенетическая оптахема неважно вмешательство такое ну как вы думаете в принципе это можно как раз нет ведь сейчас же собственно есть несколько выпущенных на рынок препаратов которые представляют собой аденцированный вирус но я тут боюсь перепутать поскольку немножко но вот разве ним точно есть нет вот вот собственно вот то что который вот кого то что детям если ввести вот одной нет с миодистрофии я поняла или это смо да то ли это да то есть мы понимаем в одном и том об одном и том же да то есть существует действительно сейчас препарат который вот там одна инъекция сколько-то миллион долларов стоит но тем не менее это это дано ассоциированный вирус который несет в общем-то тот 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 ген который у пациента поломан и к если ребенку вот ввести там в определенное время в определенный момент в определенный момент то то можно очень сильно как бы вот но облегчить его жизнь и так далее вот поэтому в общем то она идет семимильных модификации генетическое в ней не такое уже было еще несколько лет назад предоставлялась понимаете в чем дело здесь не происходит то есть вот аденостеронный вирус он не встраивается в геном вот и он остается действительно как бы вот этот вот в пределах одного организма нет именно не встраиваться то есть это 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 днк этот кусочек чужеродного гена он остается в клетке отдельно не встраиваясь ее в геном аденостеронный вирус чем плохо он очень маленький в него не влезу в него все гены трубами да что и другие вирус так называемые лентивирусы и вот в него во-первых значит можно вставить достаточно большой ген и во-вторых вот лентивирус как раз встраивается в геном и там преимущество что говорю вот аденостеронный вирус к сожалению через несколько лет вот этого генная ставка она уходит тот лентивирус он уже устраиваются в геном и он уже в общем по жизни да и естественно что вот как только все начиналось не помню какие годы вот люди обратили внимание на лентивирус и в первую очередь но потом оказалось что из-за того что вот этот вот вставка встраивается в геном и встраивается куда угодно вот куда встраивается очень часто это вызывало онкологию вот и поэтому все исследования вот фактически с лентивирусом они были прекращены. Вот аденцированный вирус, он таких вещей не выдает. Потому что уже есть несколько препаратов, которые полностью... И я думаю, что здесь как раз проблем никаких нет. Ничего такого... А где есть проблемы, на ваш взгляд? Давайте еще раз отметим. Вы упомянули, но еще раз. Основная проблема, если говорить именно про оптогенетику, то даже объем вируса, даже это можно победить. Потому что на самом деле у человека глаз достаточно большой. И если мышке в глаз нужен один микролитр вируса, чтобы ее заразить, то человеку все равно нужно очень много вируса. Поэтому даже с объемом можно решить, я думаю, проблему. Особенно если... Даже кубический сантиметр наверное можно обколоть и заразить. Но именно с оптогенетикой потом засветить этот кубический сантиметр, это, наверное, практически невозможно. Вот надо искать что-то... Вот я думаю, что вот термогенетика, хемогенетика, в принципе, они очень близки. То есть вот не зря у нас конференция сейчас называется оптогенетика плюс. Да, потому что подход изначально одинаковый, что мы вносим какой-то искусственный ген, который позволяет нам активировать только эти клетки. Который чувствителен к разным факторам, может быть, к разным факторам. К теплу, к вот этой молекуле, да, которая, да, к свету. Вот. И поэтому, да, действительно оптогенетика шикарный инструмент исследовательский. Вот именно потому, что... Воглядный, да. Да. По крайней мере, если мы вот в опыте, в эксперименте поймем, какие клетки, какую популяцию нужно активировать, чтобы... Ну, тоже вот один из таких вот примеров. Ну, вот, например, используется глубокая стимуляция мозга для болельных спаркинсонов, да, обживляется электрод. И то же самое сделали на мышах, но только с оптогенетикой, то есть тоже заразили определенные там в подкорковых ядрах нейроны, тоже ввели оптоволокно, и на мышах-паркинсониках показали, что вот эта стимуляция тоже им помогает. Но вот в таком прямом виде понятно, что перенести это достаточно сложно, именно вот из-за объема ткани, который нужно. Но поняв, какие клетки, потому что здесь опять глубокая стимуляция мозга, вот ее все используют, но никто толком не понимает, почему она помогает. А здесь, заражая определенной популяцией клеток, можно уже выяснить, что именно нужно, да. И после этого уже можно перенести и дальше вот при помощи, например, термогенетики это активировать. Поэтому здесь вот, мне кажется, не стоит так вот пытаться, ну что называется, насильственно, что вот хороший метод, давайте его обязательно в человека вставим. Да, совершенно мне не нужно, потому что вот нужно искать то, что, грубо говоря, хорошо работает вот на большом мозге, и это использовать. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Спасибо, что позвали. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok